Добрый день. Я научно-обозреватель общественного телевидения России, но рассказывать я сегодня буду про проект, который не имеет отношения к телевидению. У нас с коллегами, с научно-образовательными журналистами была идея, которая в прошлый слет просветителей была целая секция на эту тему, активно обсуждалась. Как попробовать придумать научно-популярное или просветительское какое-то мероприятие, акцию, которая бы вышла за пределы той аудитории, которая обычно интересуется наукой и научно-популярными проектами. Все мы, и вы, наверное, хорошо знаете, что очень легко проповедовать в своем монастыре обращенном. То есть та аудитория, которая приходит на научно-популярные лекции, которая собирается в Архе, допустим, в Прямой Речи, кто смотрит Арзамас, в каждом городе есть такие люди. Это очень благодарная аудитория, и это замечательно. Те, кто ездят, слушают лекторов от фонда эволюции или фестиваля «Просветитель». Но проблема заключается в том, что этот круг довольно в каждом городе ограничен, а все решения, которые принимаются, и те, которые касаются каждого человека в стране, связанные с наукой, будь то закон о запрете ГМО или разрешение о пользовании гомеопатическими средствами, все эти законы принимают люди, совершенно далекие от науки, которые не ходят ни на какие лекции, и, в общем, это совершенно другая категория людей. И наша мысль была такая, как бы попробовать вывести, значит, устроить нечто, что привлечет внимание к современной научной картине мира тех людей, которые обычно не интересуются наукой. Мы думали про разные форматы, и первое, что пришло в голову, мы подумали про опыт тотального диктанта или, скажем, географического диктанта. Но штука заключалась в том, что все мы хорошо знаем, что русским языком вынуждены пользоваться вообще все люди, которые живут в нашей стране так или иначе. А все, что касается естественной научной картины мира, что, собственно, и формирует научное мировоззрение, очень многие люди, когда заканчивают школу, они никогда к этому не возвращаются. В принципе, легко прожить жизнь, не возвращаясь ни к биологии, ни к физике, ни к химии. Это элементарно, это можно. И есть единственная вещь, которая возвращает нас. Это когда у людей появляются дети, и у них дети начинают задавать вопросы. Маленькие дети где-то там примерно до 10 лет, они спрашивают, как устроен мир. И это единственный момент, который даже человек, вообще никак не связанного с наукой, возвращает к вопросу о том, а почему так все. И идея была такая, провести всероссийскую акцию, мы ее назвали всероссийской лабораторной, и ее тема была бы детские, но не детские вопросы. Значит, она пройдет, теперь она уже пройдет зимой второй раз, и вот как бы в преддверии начала подготовки ко второй акции я расскажу про то, как прошла первая акция, и про то, чему мы научились. Значит, как она устроена? Коротко, если кто не знает, я сейчас быстро объясню. Она проходит как оффлайн, так и онлайн. Есть площадки в городах-участниках, где люди приходят и могут заполнить эти тесты сами лично. Те, кто не может никуда ехать, или если в городе, в вашем городе не проходит лаба, значит, это делается онлайн. Вообще это проходило в одно и то же время, 22 апреля, и один из слоганов акции был, поэтому приди на научный субботник, приберись в своей голове. У нас довольно много людей, кто участвовал, это были люди старшего возраста, и они помнили, что такое 22 апреля, это день рождения Владимира Ленина, и вся страна ходила на субботник. Вот, поэтому это как бы была ассоциация для тех, кто участвовал в старших поколениях, поскольку акция была семейная. Вот, реальный возраст участников у нас оказал, то есть мы заявляли там от 10 до 99, но реально это было примерно от 12 до 76 лет. То есть приходили и бабушки, и внуки, и няни со своими подопечными, вот как бы так оно и было. Некоторые площадки не могли, они присоединялись чуть-чуть позже, например, они говорили, что 22-го никак, но мы хотим 23-го, так тоже было. Вопросы ЛАБы, еще раз говорю, они были сформированы по типу детских вопросов, почему так? Большинство родителей, обычных родителей, не связанных с наукой, не могут ответить на стандартные детские вопросы. И они были связаны от палеонтологии до химии, физики, механики. Ну вот так, значит, как она была встроена? Есть обязательная часть, когда люди проходят эти тесты, участники назывались лаборантами. Те, кто проводил это, это были настоящие ученые, ученые разного уровня, от самых-самых там передовых замечательных, и до тех, кто работает в зависимости от площадки города, у кого кто имелся, были завлабы, там младший научный сотрудник, просто научный сотрудник, ученые разного уровня. И еще одна наша задача, так сказать, вторая задача этой акции, вывести настоящих ученых, которые работают на передовой, вот к людям. То есть, действительно, очень многие люди в глаза не видели таких вот ученых, они не пересекались никогда ни на одной площадке. Тут это получилось. Места проведения были совершенно самые разные, и люди совершенно самые разные. Так, после того, как проходит сначала тестовая часть, участники заполняют, отвечают на тест, потом завлаб довольно долго и подробно, объясняют ответы, люди проверяют сами себя. И потом на площадках была следующая часть, это уже полтора часа, там у кого час, у кого как, это в зависимости от площадки. Это были дополнительные программы, это были лекции, или это были научные шоу, это был просмотр научно-популярных фильмов. Это, опять-таки, зависело от площадки, от выбора. В результате, значит, подводя итоги, что у нас получилось? У нас получилось совершенно неожиданно. Изначально мы заявляли, что у нас будет примерно 8 городов-участников. Ну, для начала это была как бы пилотная версия. Но неожиданным образом к нам стали присоединяться другие города и другие страны. То есть пока весть о лабе, значит, катилась по России, она докатилась до Китая, до Казахстана, и люди стали откликаться и говорить, что они хотят тоже участвовать. Значит, тут надо сказать, что вот здесь кроется одна из наших ошибок, которую мы надеемся больше не повторять. Надо сказать, что с самого начала мы были поставлены в очень жесткие условия нашими спонсорами. Спонсор акции, как бы главный, то есть были, конечно, и другие партнеры очень важные, но главный спонсор акции был Рыбаков фонд. И у нас были очень жесткие KPI. Эти KPI были показатели эффективности нашего проекта. Они были связаны с количеством участников оффлайн, сколько людей должны прийти на площадки, сколько людей должны поучаствовать онлайн, сколько должно быть публикаций о проекте в разных прессе, федерального уровня, телевидении и так далее, и так далее. Вот. И при этом у нас были очень маленькие сроки. То есть акция готовилась всего два месяца. И, значит, тут вот это был как бы этот момент, которым мы хотели поделиться, и мы на самом деле до сих пор не понимаем, правильно мы поступили или нет. У нашей акции было до этого два фальшстарта, то есть дважды спонсоры как бы назначали дату, и дважды это сорвалось. И когда это произошло третий раз, то есть у нас был риск. Либо мы сейчас рискуем и все-таки проводим эту акцию, хотя за два месяца организовать это очень-очень сложно. Либо мы отказываемся и думаем о переносе на осень. И мы решили рискнуть. Что из этого последовало? Из этого последовало, что жесткий KPI мы не понимали, как выполнить за два месяца, и поэтому мы набирали площадки. И мы набирали площадки гораздо больше, чем в принципе подразумевалось, а, бюджетом, б, количеством людей, вовлеченных в проект, привлеченных и кто работал в проекте. То есть время проведения и команда, и деньги, вот эти три вещи, собственно, время, люди и деньги, не подразумевало тех KPI, которые у нас были выставлены. Вот, поэтому мы набирали площадки. Количество площадок было огромное, оно росло, росло, росло. С одной стороны, нас не могло это не радовать. Мы поняли, что идея живая, она работает, и она работает до сих пор, потому что лаба давно прошла, но гастроли лабы продолжаются. Площадки все равно говорят, можно мы проведем лабу там в разных местах. И были замечательные совершенно акции для выпускников подмосковных детских домов. И сейчас, например, там пишут люди, то есть у нас Петропавловск-Камчатский, или присоединились во время акции Мегион, Апатиты. То есть самые-самые дальние точки, про которые мы даже не думали, что про нас узнают. Вот, с одной стороны, это все очень здорово. Проблема была в том, что с каждой площадкой ты должен работать прицельно. То есть что это такое? Это регламент, это сувенирная продукция, это дизайнерские буклеты и так далее, и так далее. Это очень большая организационная работа. Если у вас региональный координатор один может справиться с восьми городами, но справиться там с сорока, это уже просто совершенно другая задача. Вот, и было так в результате. То есть некоторые площадки были совершенно блестящие, где было и шоу, и был забит зал, и все были довольны. И, например, там, допустим, площадка физфака в вышке, то есть там был полный аншлаг, там был забитый зал, там было шоу настоящее, так сказать, там с катушкой Тесла. Там были участники от пятого класса до академика, и всем было очень весело. И главное то, что происходило на этих площадках, что люди там часа три не смотрели в смартфон. То есть люди сидели и общались либо только со своим буклетом, либо друг с другом, они слушали завлабы, но они обходились без смартфона. Это фактически чудо по нынешним временам. Это чудо, мы хотели этого чуда, оно произошло, но было и другое. У нас были прекрасные площадки, где были прекрасные завлабы, и там почти не было народа. Потому что мы не могли, так сказать, с этими площадками достаточно хорошо проработать, чтобы привезти туда народ и так далее. Вот, поэтому главный итог, то есть у нас есть, это наши партнеры, значит, это вот гастроли лабы. У нас есть очень интересные содержательные итоги наши лабораторные, потому что фактически нам удалось провести такой как бы срез представлений людей, узнать об их представлении наших соотечественников, о том, как они себе представляют, как устроен мир, и какие вопросы для них являются самыми тяжелыми или самыми волнующими. У нас были очень интересные результаты по тому, кто участвовал и как участвовал. Значит, вот, ну, кому, если нужно подробнее, просто у меня сейчас уже нет времени, мне нужно заканчивать. Вот, поэтому, если кого-то интересуют реальные итоги, как отвечали мальчики, девочки, женщины, люди с естественно-научным образованием, с высшим образованием, с школьники, как они отвечали на какие-то группы вопросов, это отдельная история. Это просто можно очень долго рассказывать, это большой интересный показатель. Кроме того, нам удалось еще провести просто для себя, мы добавили в эти наши тесты, которые все проходили, вопросы, которые, о чем люди хотят знать, что их интересует, какие темы у них вызывают наибольшее там волнение и так далее. Вот, это в этом смысле, это очень интересная история, очень любознательная, с одной стороны. С другой стороны, значит, я не знаю до сих пор, и никто из нас не знает, стоит ли вообще браться за такие проекты, когда у вас мало времени, мало людей, мало денег. Ответ на это, как бы, мне вот непонятен, нам всем организаторам непонятен, то есть, потому что, скажем, в региональных, вот региональные координаторы, которые проводили это в регионах, вот некоторые из них здесь просто есть, я их вижу лично, им это далось очень тяжело, очень, так сказать, большой ценой. И эта акция в результате, почему она прошла успешно, почему как бы она там прогремела и так далее, потому что ее действительно вывезли семьи, она оказалась семейной не только с точки зрения участников, вот Саша мне не даст соврать, и где у нас Нина, Нина, да, вот, Нина, значит, просто она оказалась семейной не только с точки зрения участников, но и с точки зрения организаторов. То есть, всем пришлось просто привлечь свои семьи для того, чтобы, как волонтеров, для того, чтобы это реализовать. Вот, в следующий раз мы, в этом, в следующий это будет в феврале, мы надеемся изменить вектор, то есть, мы хотим сделать меньше площадок в каждом городе, то есть, в Москве это было 40 площадок, это было совершенно невероятно. Вот, мы хотим сделать меньше площадок в каждом городе, больше городов, плюс акция будет проходить еще в других странах, она расширяется, там она будет не как с российской, а open lab, да, открытая лабораторная. Вот, меньше площадок, но более точечная, качественная работа с каждой площадкой. Все, спасибо. Вопросы? Спасибо большое. И вопросы также можно задать в кофе-брейк и в свободное время, так как время у нас регламент неумолим, мы переходим к следующему выступлению.